Вячеслав Гунько. Я смог избавиться от родового проклятия, которое было на мне с рождения только в 32 года. Из-за чего такая сложная карма у меня? В моем роду все положительные люди. Надо на все вопросы отвечать. Когда человек говорит... Нет-нет, я не хотел бы сказать вам, что не было у вас никакой кармы, что все это чепуха, ерунда и так далее. Возможно, она есть. Возможно, она действительно вас мучила. Возможно, а возможно и нет. Вы понимаете, гипотетически можно предположить, что, допустим, то, что происходит с человеком, это совпадение, это звезды, это и карма, и еще что-то, и еще что-то. То есть можно сказать, что может быть все, что угодно. Поэтому я бы вот так, наверное, не сводил бы все к одному. Я все же думаю, что все связано с человеческим переживательным аппаратом. Если у человека появляется больше позитивных эмоций, то жизнь выравнивается и становится лучше. Онкологически больные люди, это люди бесконечно злые внутри себя. Ни на что, просто так. Сами при этом могут быть очень хорошими, внешне добрыми, а в середине то раздражение, то там ненависть, то... И это прямо кипит в них. Но оно внешне может даже не проявляться. Качество характера могут очень влиять. Поэтому, когда вы начали исправлять этот аппарат, видимо даже, с помощью тех людей, которые говорили вам о карме, но при этом они занимались вашим самоисцелением с помощью вашей психологической, психоэмоциональной корректировки. То есть они говорили, что там не нужно так реагировать, нужно быть более теплым, нужно быть более терпеливым. Там можно... И вы сами делали выводы. И таким образом мы карму эту перешагнули.